всем привет с вами про геймер в этом видеоролике я расскажу вам как очень легко и просто создать два крутых стиля в фотошопе но перед началом самого видеоролика я бы хотел сделать такую небольшую рекламку ну а если вам нужен хороший качественный дизайн то рекомендую свою группу вконтакте в которой вы можете заказать превью баннер аватарку логотип и мой личный gfx пак тут есть достаточно много красивых работ можете посмотреть ну а все ссылочки будут в описании переходите подписывайтесь и заказывайте дизайн но мы переходим к самому видеоролику открываем photoshop и пишем два текста я уже сделал то есть вот накладываем на первый текст внешнее свечение режим наложения экран не протрачу 75 процентов стягивание 11 и размер 13 дальше выбираем цвет я делаю это немножко в ускоренном режиме потому что это занимает очень много времени и не так всегда смотрит до самого конца вот выставляем цвет у нас есть определенные цветовые заготовки которыми я буду пользоваться дальше настраиваем внешнее освещение все настройки вы прекрасно видите на экране можете сделать у себя photoshop и то же самое и скопировать этот стиль но в любом случае я оставлю ссылку в psd файле на эти два стиля в описании просто придете скачать если вам это будет нужно так дальше не тут свет и нам необходимо соответственно выключить заливку на 0 процентов делом и вот такой бомбовый офигенный 7 мы получаем дальше мы делаем второй силен будет более интереснее и более посложнее и так добавляем тиснение глубина 182 183 где-то так ставим размер дальше 54 смягчение 1 вот контур будет таким если что можете вся то же самое сделать угол будет 90 на 30 мягкий цвет и нормальный режим и у нас бы два режима таких вот черные белые цвета натиснение дальше делаем обводку в градиенте это довольно такой крутой тип обводки как по мне он даже офигенный счастье у нас идеально получится все вы сейчас увидите у себя на экране это довольно интересный час мы оставим маркеры по позициям которые я заранее спланировал вот и перейдем к самой обработки на цвет будем накладывать цвет на каждый маркер нажимаем ok и дальше копируем из наших цветовых заготовок все цвета которые нам будут необходимы где у нас есть хэштег там внизу мы берем наименование цвета копируем и вставляем его уже на маркеры то есть вот так делаем и ничего сложного в этом нету просто занимает так скажем определенное количество времени сам два стиля сами по себе очень на самом деле простые опять же говорю как и в начале видеоролика тут главное просто немножко запариться по времени и вы уже все научитесь делать то есть если вы хотите взять небольшой курс у меня опять же пользуюсь моментом просто напишите перейдите в группу вконтакте то есть там по дизайну мне ссылочка в описании и просто напишите не в ака я вам сделаю такой небольшой курс для вас кину по которому вы научитесь создавать такие уникальные стили с нуля самостоятельно вот не забудьте также подписаться на мою группу вконтакте мне действительно будет очень приятно там сейчас скоро будет проходить розыгрыш на два очень крутых пока по дизайну они вам хоть как должны пригодиться просто зайдите и подпишитесь на нее мне будет очень приятно вот но мы продолжаем расставлять маркеры на обводке обводка достаточно сложный у нас будет не такой простой я бы сказал то есть тут главное не запутаться но с самой сложности как таково нет но главное не запутаться вот я хотел сказать так дальше почти сделали обводку если вы час смотрите мой канал конечно же не забывайте поддерживать видеоролики лайками и подпиской на мой канал соответственно тоже колокольчик не обязательно ставить но подпишитесь обязательно тем самым вы поможете моему каналу в конце концов выйти в отметку 50 тысяч подписчиков мне сейчас это крайне важно вот так заканчиваем уже с обводкой конечно же то есть тут трудности как таковых особо у нас нету обводку мы уже можно сказать сделали не дальше нам необходимо добавить соответственно сейчас мы будем добавлять внешние свечения потом дальше что у нас там час мы все дело конечно же рассмотрим вот добавляем внешне а внутренние свечения внутреннюю тень сначала ошибаюсь вот дальше поставим режим наложения на перекрытие цвет выставляйте такой же какой я поставлю сейчас непрозрачность вот все подкорректируем у нас цвет можно в принципе оставить черный тут особо он ни на что влиять не будет мы потому что поставим режим перекрытия с маленькой непрозрачностью это придаст такой небольшой эффект тени внутри текста как вы сами понимаете дальше нам необходимо сделать внутреннее свечение точно делается крайне просто то есть тут сложности тоже никаких быть у вас не должно опять же то есть уже почти стиль доделан нам осталось только пару параметров подкорректировать и все мы вы можете сделать либо с нуля этот текст по видеоролику то есть тем самым вы хоть какой-то скилл так более-менее наберете либо просто кому лень просто возьмите перейдите в описании по ссылке вы скачаете эти два стиля они там будут в одном по одной пайп папке она будет формате zip вам необходимо ее разархивировать и все то есть вот как то так сейчас мы будем стараться градиентный градиент аз будет не такой сложный достаточно простым я тут особо заморачиваться не буду покажу вам примерно как это все два цвета нас всего лишь тут будет вот сейчас добавляем его так первый и соответственно второй вот если вы хотите чтобы я делал в более медленном формате обязательно пишите комментариях я прочитаю все это дело дальше добавляем соответственно узор и узор у нас играет важную роль вот благодаря узор у нас открывается как раз таки весь стиль весь и вся его основа дальше добавляем внешнее свечение и тень вот если у вас нету этого узора вы также можете перейти скачать опять же эти стили и уже через стили скачать этот узор себе там можно его прикрепить к себе фотошоп это делается очень просто так ну в принципе тут я вы сделал все осталось только финальный цвет добавить и как бы мы уже завершаем работу с этими стилями вот все добавляем вот такой темненький зеленый цвет и тут нам необходимо опять же выставить пару маркеров и настроить их тоже вот ну в принципе это не особо важную роль сейчас сыграет но не суть все равно как бы какой-то эффект это придаст ну вот так сделаем тут немножко подкорректируем и все дальше что можно делать мы выставим примерно тут на позицию выставлю этого на 28 маркера у этого на 50 45 где-то так убедите до 45 выставляем и пасти центр у нас должен быть такой более яркий оттенок зеленого цвета вот так считаю делаем и впрочем добавляем его на центр вот все в принципе мы уже приближаемся к концу этого видеоролика так последний раз сюда добавляем вот увидите все вы можете заранее уже посмотреть на стиль какой у нас получился конечно такой темноватый но можно понизить непрозрачность у внутренней тени даю самого цвета тоже чтобы он не был таким темненьким можно немножко высветить опять же ваше дело если захотите только вот ну и все конечно что делаем тень и силе у нас готовы офигенные бомбовые стили получились понравились не вам или нет решайте сами пишите в комментариях я обязательно почитаю но он там все с вами был про геймеров всем до новых встреч друзья увидимся в следующем видеоролике всем пока субтитры смогли Продолжение следует...